Едем до Ростова. Это необходимо в лагерях беженцев. И если необходимо будет, то значит будем передавать непосредственно Донецкой и Луганской республике. Впереди у Оренбургской газели с гуманитарным грузом полторы тысячи километров. Казаки, активисты и просто все неравнодушные вели сбор всего необходимого в общей сложности целый месяц. Как видно, набралось на один небольшой грузовик. В Орске от всех желающих помочь не было отбоя. Люди, которые госслужащие, люди работающие где-то официально, они несли от себя, от своего сердца они все это отдавали, из собственного дома и так далее. Поэтому у кого даже дома не было что-то взять, они шли в магазин, покупали и приносили. Ну вот, что у нас здесь, маникаменты. А вот и подоспела помощь Солилецка. Там собрали почти 400 килограммов гуманитарного груза. Вещи, лекарства, детское питание также загружают в одну газель. У нас акция проходила в офисе. Мы организовали прием благотворительного фонда благодеяния. Потом поняли, что этого недостаточно. Нужны дополнительные пункты. Мы пошли на прецедентный шаг. Установили армейскую палатку в центре города Солилецка, около храма Георгия Победоносца, где вот двое суток также собиралась гуманитарная помощь. Некоторые помогают деньгами. Из Оренбургской области пострадавшим с востока Украины везут 25 тысяч рублей. Но особо ценный груз – инсулин. Он в лагерях беженцев на вес золота. Перед дорогой настоятель православной гимназии, отец Георгий, освещает неравнодушную помощь оренбургцев. Газель с гуманитарным грузом прибудет в Ростов-на-Дону уже завтра. И одними лишь сборами для беженцев в Оренбурге не ограничились. Как стало известно, оренбургские семьи готовы предоставить кровь для пострадавших с востока Украины. Яна Корчик, Вадим Доминов, Дмитрий Журавлев. Наше время.